Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Пётр Шепель и Алексей Купин живут теперь на улице. Ребята не признаются, за что их выселили Вера Курочка и Майя Донцова и что они натворили. Пётр Шепель интересуется у своих подписчиков, какая степень бородатости наиболее привлекательна и просит голосовать. Ольга Рапунцель рассказала, что её муж Дима Дмитренко очень хочет дочку. Он интересуется каждый день, беременна я или нет. Я пока кормлю его завтраками и ничего не говорю. Захар Соленко вернулся на поляну. Он заявил, что Лера Фрост всё равно будет с ним. Хотя вымаливать прощение на коленях он не собирается. Лера же попросила бывшего оставить её в покое. Лера общается с мамой и сестрой Захара, они поддерживают её. Николай Должанский одолжил Саше Черно 15 тысяч рублей. Могу понять Александру, она уже приобрела известность, её узнают на улице. Конечно, девушке нужна эта сумма для личных расходов. Саше Черно тоже советуется, какой образ ей идёт больше всего. Марина Тристановна прошла проверку на детекторе лжи. И как оказалось, она пришла на проект из-за финансовых трудностей, которые возникли у неё после потери бизнеса. Хотя женщина уверяла в своё время, что пришла на Дом-2, чтобы помочь своей дочери Тате. Мария Кахно опубликует совместные снимки с Ромой Гриценко. Правда, в соцсетях прошёл слух, что Гриценко уже отказался от Маши ради Аиды. Но пока подтверждения этому нет. Аида приготовила парню торт. Она считает, что Рома с Машей, потому что с ней у него больше шансов остаться на проекте. Также Мария публикует очень много снимков со своей лучшей подругой, с Мариной Африкантовой. Юлиана Богомолова ответила своим подписчикам, что она не делала пластических операций. У девушки естественная красота. И грудь своя есть в кого. Наталья Бичан рассказала о предательстве Дениса Козловича. Они хорошо общались и сотрудничали после проекта. Но после того, как Наталья была вынуждена уехать, Денис за её спиной создал отдельный проект и воспользовался наработками Натальи. Это было предательством. Но этот танцевальный проект быстро затух, и от безысходности Козлович пошёл работать в стриптиз-клуб. А там, как говорит Бичан, он не только танцевал обнажённым, но и соглашался провести с клиентами ночь с продолжением. Мама Вики Романец высказалась о конфликте в паре Вики и Антона Гусева. Она сказала, что уважает выбор дочери и говорит, что ребята сами разберутся со своими отношениями. Вика не собирается прощать Гусева. Она сказала журналистам, что больше не хочет ни свадьбы, ни отношений с ним. Сейчас она думает только об отдыхе и о своей реализации. Гусев рассказала ненависти Вике к детям. Она их ненавидит, сказал Антон, и не планирует становиться мамой. Но отношениям это не помеха, потому что Гусев тоже не хочет становиться папой ещё год-два. Элина Камеран сделала ринопластику. Она давно мечтала об этом. Саша Гозиас тоже решилась на пластику носа. Она хочет сделать его более изящным, а также исправить перегородку. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры делал DimaTorzok